Здравствуйте! Меня зовут Анна Хварная, художник по шелку. Хочу представить вашему вниманию картину «Умиротворение». Эта работа одна из серий «Погружение». Проект «Погружение» — это способ познакомить с внутренним миром человека, попытка показать, насколько уникален и неповторим каждый из нас. Подводный пейзаж в этой концепции символизирует духовный мир человека. Внутренний мир как бы вывернут наружу и представлен в виде среды, фонового объекта. Он может поражать своей глубиной, чистотой, многообразием обитателей, давать надежду, освещая морские пучины, пробивающимися лучками света. Или, напротив, быть мутным, или мелководным, или даже пугающим своей бездной. Как и внутренний мир человека, подводный не раскрывается для стороннего наблюдателя. Взирая на водоем, за стороны можно лишь предполагать и догадываться о том, что скрывается за кромкой воды. Хорошим примером послужит широко разлитый риман с глубиной до полуметра и вязкой тиной на дне. Или небольшое, но бездонное озеро с множеством загадок и подземных лабиринтов со скалами и различными обитателями. Чтобы увидеть и узнать этот мир, необходимо окунуться, погрузиться в него. Люди на данной серии работ намеренно изображены обнаженными, то есть настоящими, без масок и фальши. Такими, какими невозможно показаться перед всеми, какими могут увидеть лишь те, кого пустили во внутренний мир. Но каким бы глубоким не было это погружение, мы можем наблюдать лишь часть. Всегда будет что-то неизведанное, тайное, как для тех, кого пустили во внутренний мир, так и для самого обладателя, который, погружаясь, открывается новые грани и глубины себя. Погружение – это попытка призвать общество не судить поверхностно, ведь в каждом человеке таится целый мир. Картина умиротворения. Многие люди проживают жизнь в погоне за внешними целями, считая, что обретут счастье или удовлетворение, лишь получив желаемое. Картина умиротворения – это призыв не растрачивать жизнь в погоне за новыми целями, сделать паузу, погрузиться в себя, обрести гармонию и умиротворения, используя внутренние ресурсы, разобраться с тем, на что действительно необходимо тратить время и энергию, и отказаться от лишнего, навязанного, ненужного. Картина на шелке – это особый вид искусства, который имеет свою специфику как в художественном исполнении, так и восприятии зрителей. Это происходит благодаря тому, что шелк, в отличие от других художественных материалов, обладает гигроскопичностью и собственной глянцевой структурой. Краски на нем смешиваясь дают необычные нежные эффектные переходы, но гигроскопичность материала усложняет работу и требует высокого профессионализма для изображения отдельных, точно прорисованных деталей. В своих работах я использую смешанную технику – это горячий, холодный батик, различные другие резервы, также свободная роспись. Картины написаны анилиновыми красками. Эти краски, проникая вглубь волокна, окрашивают нить изнутри, тем самым сохраняя природную нежность и глянцевый отлив структуры шелка, не огрубляя красителями. Такие краски играют на свету, переливаясь с легким сиянием, слегка меняют оттенок и глубину в зависимости от угла зрения. Еще они очень устойчивые, к свету совершенно не угорают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok